Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы с вами поработаем с таймерами. С помощью той же самой библиотеки Hall. Ну, хочу вам сказать, что у нашего микроконтроллера SEM32 F407 таймеров много. Вообщем какие существуют таймеры? Давайте откроем с вами Reference Manual. Перейдём вот сюда в 17 главу. Вот. Таймер первый, таймер восьмой. Эти таймеры у нас, они называются Advanced, то есть с расширенным управлением. Они много чего могут. Они могут считать вверх, могут вниз, могут одновременно вверх и вниз, то есть таймер досчитает вверх, потом возвращается назад. Как только он, например, вернётся в ноль, произойдёт прерывание, либо ещё как-то можно настроить. Потом эти таймеры могут работать с захватом входного значения. Затем, ну, как и многие таймеры, также они могут по сравнению срабатывать. Вот. Потом генерируют шим. Также могут генерировать одиночные импульсы. Вот. Ещё существуют следующие таймеры. С девятого по четырнадцатый. Это вот такие таймеры. Это таймеры немножко подпроще. Они также 16-битные, но счёт у них происходит только вверх. Вот. Ещё есть таймеры 6,7. Ну, это Basic Timers. Это также таймеры несложные. Они работают также только вверх. Ну, и также они могут работать для активации ЦАПа – цифроаналогового преобразователя. Ну, ещё. Что ещё? Можно особо отметить вот эти вот таймеры. Вторые и пятые. В общем, у них особенность они… Эти таймеры 32-битные, что очень хорошо. То есть, они могут считать, да, практически 4 миллиардов с лишним. Таймеры они славятся тем, что они могут не только быстро сработать, но и определённый счёт ввести до очень большого значения. Вот. Ну, хватит, наверное, пока с даташитом заниматься. Вот. Теперь я ещё вам очень хочу показать интересную вещь такую, как из вот прошлого проекта сделать новый проект. Также в кьюбе, чтобы его там заново не конфигурировать, не генерировать. То есть, также как мы наподобие создавали вот те проекты, которые были с другими библиотеками. Вот. Мы подправляли значения там внутри. Ну, здесь чуть-чуть будет посложнее, но заново пересобирать проект – это будет ещё сложнее. Причём, если учесть то, что ещё наш рукописный код также сохранится, что очень тоже радует. Ну, создадим папку. Например, тест 2. Вернее, тест лучше также по таком же пути идти и тест 002. Но это не важно. Название также может быть любое. Копируем первым делом со старой папки вот эти вот два файла. Во-первых, имя файла переименовываем его в тест 002. Затем идём в файл и в трёх местах исправляем. То же самое вот здесь, вот здесь. Когда без кьюба мы работали, только в одном месте нужно было исправлять, а здесь в трёх. Вот точно. Помню, что в трёх. Сейчас воспользуюсь всё-таки поиском. Вот он, в самом конце. Вот. Закрываем. И также вот в этом вот файле здесь тоже надо поправить, но здесь в двух местах. Всё, поправлять ничего больше не нужно. То есть нужно переименовать один файл и в пяти местах исправить внутри файла имя. Согласитесь, не очень уж и много работы, как говорится. Ну ещё нам остаётся здесь единственное переписать две папочки src или src и inc. И всё. И спокойно мы запускаем вот этот вот уже тест 02. Ничего не исправляем. Ну мы сейчас проверим. Мы вообще не будем вносить никаких изменений. Вот. У нас всё сконфигурировано, всё сделано. Вот они наши GPIO все стоят. Всё здесь готово. Всё как мы настраивали. То есть нажимаем проект, generate code. Ни в настройки, никуда заходить не нужно. Open project. Можем даже посмотреть, что у нас вся структурка здесь создалась. И уже файлик вот такой вот уже. Даже несколько и папочки уже с новым именем. То есть всё отлично. Ну на всякий случай всё-таки вот сюда вот нужно будет зайти. Как и раньше мы сделали. Просто вот так вот согласиться. И скорее всего всё у нас заработает. Давайте попробуем собрать код. Вот. Код собрался у нас. Давайте посмотрим содержимое. Вроде бы мы заново всё с вами собирали. Но тем не менее. Вот. Всё что мы писали, всё осталось. В общем-то. Так что это очень такая вот приятная вещь. Я сегодня просто позанимался этим вопросом и подумал, что так делать лучше, нежели сейчас бы мы заново настраивали все порты. Вот. Ну давайте попробуем прошить контроллер. Вот. И контроллер прошивается. Но не всегда. Некоторые раз нужно будет просто закрыть проект и запустить заново. Вот. Давайте запустим и посмотрим. Вот я нажимаю кнопочку. Код весь у нас рабочий. Прошло занятие. Ну давайте перейдём к компьютеру. Закроем наш проект и немножко ещё поконфигурируем. Ну так как у нас есть базовые таймеры. Они попроще. Давайте воспользуемся одним из них, например, таймером шестым. Вот он Team 6. Здесь единственная кнопка Activated. Например, если мы таймер первый откроем, здесь будет немножко посложней. Он может тактировать какой-то другой таймер, наоборот тактироваться каким-то другим таймером или ещё чем-то. То есть настроек здесь побольше. А здесь просто ставим Activate. Теперь нам ещё нужно вот здесь вот сконфигурировать. Ну чтобы вот это сконфигурировать, надо знать, где у нас таймеры находятся, какие они и тут находятся, и тут находятся. Поэтому давайте перейдём опять в мануал. Вот. И найдём на какой шине находятся у нас с вами таймеры, в частности таймер 6. Вот у нас есть шина. Вот AHB 1, где порты практически все находятся. АПБ 2 есть. Вот. Продолжается АПБ 2. Здесь тоже есть несколько таймеров, но у нас с вами таймер 6. Попробуем поиском. А, ну вот. Не дошли мы просто до него. На шине АПБ 1 находится таймер 6, таймер 7 и много других таймеров. То есть нам важна сейчас именно эта шина. Ну можно оставить HSE. Если бы у нас был бы контроллер с вами, например, не на плате Discovery и не был бы кварца, то имел бы смысл поставить нам HSE. Ну раз у нас есть кварцевый резонатор, оставим всё как на прошлом занятии. Ну единственное наверное вот здесь вот прескейлер. Прибавим, сделаем 21. Тут 84 максимальная. Но можно и здесь сделать. Даже можно и 16 поставить. Нет. Ну вот у нас 21 МГц. Почему-то вот тут вот не переключается. Хотя должен. А если мы сами выставим, то у нас что-то такое произойдёт. Ну давайте так что ли поставим. По идее таймер вот тут у нас находится. Нет. Лучше всё-таки 168 оставим. Вот. А такой вот прескейлер выберем. Ну посмотрим, в общем-то, какая у нас частота всё-таки будет влиять. Мы определим приблизительно полсекунды. Мы от секунды отличим, я думаю, свободно. Ну оставим вот такие настройки. Дальше идём вот сюда в Configuration. В общем здесь ставим мы 15. Нет, не 15. Сколько у нас там 21 было. Наверное. 20. 999. Сейчас ещё посмотрим. 21, значит так и поставим. То есть это мы ставим здесь 21000. У нас 21000 Гц. А 0 тоже считается. Здесь вот так вот в этом случае. Здесь оставляем, ничего не трогаем. Здесь пишем 499. То есть это будет 500 период. Чтобы у нас таймер досчитывал до 500. Ну а это мы ставим для того, чтобы он именно миллисекундой считал. То есть мы оставляем 1 кГц тактирование таймера. Вот такой предделитель ставим. Здесь любую можно величину в принципе. Ну не любую, а до 65-535. Таймер 16-битный. Вот. А вот здесь вот ставим Update Event. И также не забываем вот здесь поставить прерывание, если мы им собираемся пользоваться. Мы ими пользоваться собираемся. Жмём Apple. Вот всё у нас осталось. Всё хорошо. В принципе можно уже генерировать код. Открываем проект. Видим, что в MainSea ничего никуда не пропало, самое главное. Отлично. Теперь нужно нам как-то подключить таймер. Открываем другой мануал. User Manual от библиотеки Hall. У нас глава здесь 61-я. Раздел 3-й. И часть тоже 3-я. TimeBase Functions. Ну и ищем здесь функцию, чтобы наш таймер запустить. Вот она. Вот такая функция. У неё в параметрах входных стоит только один аргумент. Ссылка на таймер. И всё. Вот такую функцию нам необходимо использовать. Так как если мы сейчас вот посмотрим с вами наш проект, здесь у нас есть только инициализация шестого таймера. А запуска здесь никакого пока нет. Ну так же как мы и узнали на прошлом занятии, нам нужно писать код вот между вот этим вот комментарием. Между begin и end. Между началом и концом. Тогда он у нас никуда не денется. Ну вот. Здесь должен быть указатель. Вот. Только у нас таймер не такой. Можно и наверху посмотреть. Можно и здесь посмотреть. Вот тут у нас где-то должна быть инициализация таймера. Скорее всего мы её прошли. Вот у нас. Вот такая у нас ссылка на структуру. Вот её мы подключаем. Это раз. Это мы запустим таймер конечно. Но так же мы должны запустить прерывание таким же самым способом. Потому что мы ими тоже будем пользоваться. Ну в юзер мануале они находятся рядом. Вот такая функция. Она подобна. Просто там ещё есть в конце IT приписочка. А всё остальное всё тоже самое. Вот так. Но это ещё не всё. Теперь нам нужно с вами найти функцию прерывания от таймера. Она вот здесь в файле с кончиком IT находится. Вот. Если у нас прерывания включились, значит обязательно должна быть функция. Вот она эта функция. Вот сюда вот мы вставим наш код. Ну мы здесь давайте вот с main.sys возьмём какой-нибудь, например, вот переключать будем вот этот вот двенадцатую лапку порта D, первый наш светодиод. То есть одно вхождение будет в прерывании. Мы один раз переключим светодиод. То есть или выключим или включим. Будет следующее вхождение. Ну должны быть они раз в полсекунды. Если мы всё правильно настроили, то так это и будет у нас происходить. Поэтому давайте пока попробуем… А, нет. Нужно убрать, а то будет она нам тут всё гасить. Но мы убирать не будем, мы закомментируем. Вот здесь вот. Если у нас не нажата кнопка, вот эта у нас работать не будет, пока мы кнопку не нажмём, так как мы проверяем её нажатие. А если кнопка не нажата, мы гасим все светодиоды. Поэтому мы не увидим тогда свойский светодиод. Давайте уберём. Код начал собираться заново, так как мы его заново генерировали. Нет у нас никаких ошибок, что очень радует. Ну вот смотрим. В принципе раз в секунду они и у нас им… Вернее этот светодиод, который подключен к клапке 12 у нас мигает раз в полсекунды. Значит мы всё правильно с вами настроили. Вот если мы нажали с вами кнопочку «user», то у нас работает старый код. А данный светодиод он также продолжает мигать, как и мигал. Очень интересно, согласитесь. Ну давайте внесём ещё какие-нибудь изменения с вами в код. Так, давайте из старого проекта, из более старого проекта возьмём вот такую вот mainH. Ну положим её, например, в папку inc и подключим с файла mainC где-нибудь тут вот в начале. Ну вот, тут не пропадёт. Ну мы возьмём готовый include, просто исправим его. Ну файл у нас соответственно не увиделся. Возможно его нужно непосредственно подключить. Ну он видится, не видится другой совсем. Вот это вот нам не нужно. Вот как. Здесь ещё были файлы у нас подключены. Вот поэтому мы и запутывались. Хотя вот здесь ещё пока кейл нам ещё крестик ставит, но уже на него можно не обратить внимание. И вот сюда вот мы в этот mainH добавим переменные. Ну достаточно нам переменной восьми битного образца. Нет, это уже шести. Шести тоже достаточно, но я такими пользоваться не буду. Ну и назовём её Team6Counter. Ну и из имени следует, что мы скорее всего будем что-то считать, наверное. Ну давайте ещё её и с вами где-нибудь проинициализируем. То есть сделаем равный нулю. Затем ещё её мы давайте проэкстерналим в файлике вот этом IT. Где-нибудь тоже тут вот ближе к началу. То есть чтобы она была видна. Но я думаю учить вас как делать глобальные переменные и расширять их видимость я не буду. Если кто не знает, посмотрите мои занятия по AVR. Там всё это есть. И часто очень этим пользуемся, особенно в последних часах. Ну вот так. Теперь немножко здесь подправимся. Свитч будем использовать. Ну стандартный такой свитч. Ну вот. Ну соответственно если будет у нас 0, то мы с вами будем выключать все таймеры. Ну вот здесь можно в принципе взять функцию. Но можно и не здесь. Что-то не полностью взял. Ну ладно. Добавим сейчас. Вот так. И потом включать только первый светодиод. Оттуда уберём это всё, где было до сих пор. Всё. Ну а дальше соответственно не так. Здесь tool не прокатывает. Потому что мало ли в каком состоянии будет у нас лапка. Здесь только в right с параметром. Только здесь будет set. Вот так. Ну и затем вот здесь будет 12-ый у нас reset. Set будет 13-ый. Ну и так далее. То есть мы попытаемся с вами в процедуре таймера, в процедуре прорывания от таймера помигать всеми светодиодами по кругу. Вот. Ну кое-что нам нужно будет ещё проделать в бесконечном цикле сейчас. Ну давайте, наверное, сначала всё-таки скомпилируем и посмотрим, как у нас сейчас, что вообще будет. Просто я ещё хочу запустить опять кнопочку. Вот. Почему-то у нас светится постоянно зелёный светодиод. Что-то у нас не то. Кнопка-то работает, но как-то оно не так. Поэтому давайте вернёмся пока что. Что-то мы там не то написали, либо у нас где-то что-то лишнее осталось. Мы не дописали. Надо же прибавлять здесь. У нас вот эта переменная, если она должна считать до четырёх и сбрасываться. Вот если она будет меньше трёх, например, не так. То мы тогда её будем ещё добавлять. А иначе, если она достигнет трёх, то мы её будем опять сбрасывать. Вот таким вот образом. Сейчас, наверное, что-то должно получиться у нас. Ошибок у нас нет. Ну тут и негде было их и понаделать в принципе-то. Вот. Ну и смотрим. Вот у нас пошло… Ну в принципе это и есть полсекунды. То есть всё правильно мы сконфигурировали прескейлер APB1. Вот. Если мы нажмём кнопку, то произойдёт вот такой хаос будет работать. И старый код, и новый. Поэтому вернёмся в код и немножко старый код мы преобразим, чтобы по кнопке у нас делалось что-то другое. Мы наверное сейчас вот это вот всё отсюда уберём. Запускать мы таймер будем только по кнопке. Вот. Вот здесь. Вот мы его тут запустим. Так. Иначе. если кнопка не нажата, то мы будем тайм 6 каунтер сбрасывать в 0. И ещё мы функции применим обратные вот этим с обратным значением. Вместо старт будет стоп. Можно даже никуда не глядеть. То есть мы остановим и прерывание, и сам таймер. Можно в принципе останавливать только прерывание, но пусть. Сейчас не это важно. Сейчас важно, что программка, чтобы у нас работало. То есть, чтобы от кнопки всё работало, и чтобы отключалось у нас в любой момент, а не как когда мы использовали задержки, там программа дорабатывала до конца, если мы кнопку отпускали. Если отпустили кнопку всё, перестать должны мигать все светодиоды. Так. Что-то не то у нас. Мы код что ли не собрали. Работает то же самое, как и было. Вот. Сейчас у нас ничего не мигает. Нажимаем на кнопку. Начинает всё работать. Отжали кнопку. Всё. В любой момент должно потухнуть. Не надо, чтобы доходило до конца. Вот. Убрал я руку. Всё. Дошло до конца. Ну вот теперь наконец-то всё нормально. Ну поздравляю вас с тем, что мы сегодня изучили таймеры. С помощью библиотеки Hall мы ими воспользовались, в чём она нам очень помогла несказанно. Также помогла программка Cube, наш кодогенератор и кодосборщик. То есть, нам вот именно благодаря данной библиотеке и данной программы не пришлось даже в принципе знакомиться с регистрами таймеров, которых очень там значительное множество. Это вам не АВР. Не пришлось там какие-то определённые биты в регистрах включать, что согласитесь очень сложно. Это конечно тоже интересно. Это нужно бы знать, потому что если вдруг когда-то не идёт код, не получается всё как надо, мы когда начнём отлаживать, нам там не будут показываться переменные. Там будут показываться порты, будут показываться регистры и их мы всё равно знать должны. Так что советую вам обязательно почитать вот этот вот reference мануал. Тут всё это есть, то есть обязательно. Есть и порты, есть и регистры. Вот. Всё это есть. И всё это знать всё равно желательно. Как работает это всё. Ну конечно можно и не знать, если мы уверены, что всегда всё правильно напишем. Вот. Ну в рамках занятий мы не будем в это сдаваться, в эти регистры. В принципе сейчас всё идёт в мире к простоте, и мы не будем от этого отставать. Ну всем спасибо, кто смотрел занятия. Спасибо за внимание. Пишите комментарии, если что-то непонятно или хотите что-то предложить. Также пишите комментарии, предлагайте и обсуждайте в группе ВКонтакте адрес, который под видео в описании находится. Вот. Ну советую также просмотреть занятия по программированию AVR, потому что я там больше рассказываю о кодинге C. Здесь как-то это уже я подразумеваю, что вы это всё знаете. Прекрасно. Ну я думаю сегодня урок получился у нас продуктивный, потому что таймеры дело нужное. Они помогают нам немножко освободить исходный код, который выполняется в бесконечном цикле. Вот. Чтобы мы не висели в задержке, чтобы свободно могли туда что-то писать, чем-то управлять. А всякая рутинная работа. Пусть выполняют таймеры. Вот так. Ну ещё раз всем спасибо за внимание. Пишите комментарии. Кому понравилось ставьте пальцы вверх, то есть лайки. Подписывайтесь на канал, чтобы знать когда приблизительно выходит следующее видео. Всем пока!